Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме И самое необычное место, которое мы до сих пор обозревали здесь в Фонтиете, Рома, конечно, отжег с выбором Да, мы, конечно же, будем обозревать еду, но это заведение с так называемыми дополнительными услугами, которые, с вашего позволения, я обозревать не буду Посмотрим, чем здесь кормят, тут даже аквариумы есть, но не это главное Естественно, здесь, как и положено, отдельные VIP-комнатки, одну из которых мы уже заняли Давайте посмотрим, как это выглядит Прежде всего, давайте пройдемся по ценам Мы, как вы понимаете, в коморке, поэтому, может быть, небольшое эхо будет присутствовать Ну, что сказать, я даже несколько удивлен, что для такого заведения эти цены не особо высокие Потому что, скорее всего, как вы понимаете, здесь еда не главное, хотя менюшка довольно представительная все-таки В среднем все начинается от 90 и заканчивается уже, конечно же, 500 и выше и выше Потому что, вот, например, какая-то, это хот-поты Здесь что-то больше двух килограмм написано И вот там что-то 500-500-500 сплошные цены Что это такое, неизвестно Мы уже из аквариума заказали мидии Потому что мидии почему-то здесь не так часто встречаются И я был удивлен тому, что в аквариумах они здесь есть Это здорово, это хорошо Мидии на пару всегда вкусно Посмотрим, как они их приготовят Затем, а затем позже скажу, что мы заказали Тут все-таки менюшка тоже интересная А вот мидии-то уже и готовые Честно говоря, почем они, я не знаю Потому что я попросил килограмм мидии прямо из аквариума Никаких проблем Они моментально их взвесили и приготовили Из соусов, единственное, что бедноватненько Это вот этот вот, значит, чили Затем соль Затем может быть глутаматик И вот разводи это все, значит, лаймом А с этого, кстати, и начнем Потому что мидии-то приличное количество Да, неплохо, неплохо Под чесночком, лемонграссом Хм, так-то ничего Бывало у вас так, перезаводите утром будильник Еще на 10 минут поспать А в итоге даже чай не успеваете заварить Больше это не будет проблемой с новым чайником Канди CK300, который кипятит воду всего за несколько минут Все дело в высокой мощности В 1850 ватт А благодаря корпусу из термостойкого стекла И LED-подсветки чайник Канди Прекрасно впишется в интерьер любой современной кухни Кстати, Канди это бренд с огромным ассортиментом техники По доступным ценам Многие знают их по недорогим и качественным стиральным машинам Но и к другой технике тоже обязательно присмотритесь Узнать более подробную информацию И оформить заказ можно на сайте Ссылки, как всегда, в описании Давайте потихоньку раскрывать и пробовать Слушайте, похоже, сварили отлично Потому что она не скукоженная По крайней мере, вот это вот прям отлично Естественно, с ноги никто не снимал, как вы понимаете Но она должна отковыриваться довольно просто Макнем Ядреный Слушай, такое впечатляет, что в видео-то как будто бы даже чуть-чуть не доварили Надо еще одну попробовать Роман, присоединяйся Открывайся Да, слушай Слушай, она сырая Реально сырая Что, не доварили, что ли? Так мало держали На пару-то уж Мне сейчас прям попалось Прям действительно сырое Ну-ка, давай Не, я не могу сказать, что это ужасно Но, честно говоря, я привык немножко все-таки уже приготовленным О, вот, кстати, вот это похоже нормально О! Вот, вот это полноценно кажется Так, эту, значит, мы ногу достанем Ум, надо получше Ну, короче говоря, на мой взгляд, чуть-чуть их не доготовили Буквально там еще 30-40 минуту подержите И будет нормально Серьезно, куда спешить? Тем более здесь вот такие комнаты Очевидно, люди приходят, даже если просто посидеть, покушать Не на 5 минут Знаете ли Поэтому зачем Не знаю, может, у них так принято Сейчас Роман свое мнение скажет Потому что, на мой взгляд, чуть-чуть бы их подольше подержать И тогда бы было прям вот отлично Да я даже не знаю Мидия, как Мидия У меня две маленькие попались И они были полностью готовы Я могу что-то сказать, когда я цену узнаю, так? Ну, Мидия и Мидия Сейчас я тебе вот найду Вот, вот эту попробую Ой, ё, он, видишь, пролилось Вот видишь, ты изнутри чистишь Она даже, извиняюсь за выражение, с сопельками Ну да, здесь слизь такая Вот Потому что ее не доготовили Ну да, это даже неприятно есть Рома скривился, да Соответственно, вот такое вот блюдо Поспешили, не доготовили Откровенно Те маленькие, которые вот Рома сказал Действительно, хорошо приготовились Следующим у нас идет сет Из семи, по-моему, наименований блюд Подождем, когда его приготовят Это вот такая вот штука Надеюсь, там все будет доготовлено Что-то Мидии немного расстроили Серьезно, я так по Мидиям соскучился Может попросить их доготовить? Ну, это, по-моему, ерунда будет Я лучше домой привезу, короче, и дома, наверное Дожарю на пару, короче, и все Потому что сейчас не хочу, короче, ладно Их А вот и оно Вот это уже богато Вот эта вся штука из семи блюд Стоит 600 тысяч донгов Но это, правда, на компанию Серьезную компанию К нам подносят водички Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять видов мяса Здесь еще, можно сказать, шестой вид мяса Потому что это все в салате Ну, кучка овощей Вот этот вот водный баклажан Или как его там называется И дополнительно еще супешник Давайте, наверное, с него и начнем как раз-таки О, горячий, горячий, горячий Что за супчик? Слушайте, вот он горячущий еще А уже сверху натянулась небольшая жировая пленка Это, походу, нажористая штука Давайте посмотрим, что там Сверху базилик Мы тут с Ромкой пообсуждали, что вот это за часть Я говорю, похоже на порезанный цветок лотоса Вот видите, как будто бы отсюда такие семечки повынимали Ромка говорит, бамбук Но вот тут мы во мнениях не сошлись, короче говоря, не знаю Мне кажется, что это цветок лотоса Ромка говорит, бамбук Окей Свинья присутствует Не то чтобы, походу, много Но в наличии Ага То есть, какие-то части свиньи Ну, потому так и жирно Ясно Ну, что Как обычно, вот единственное, с костями Все нарублено Сиди, ковыряйся Вот в этих вот костомашках Но бульон похожий на варистый Хорошо, попробуем Так, давайте Бамбук-лотос Слушай, ну из наполнения вот и все Как бы бульон, свинья И вот эта вот овощичка непонятная Пускай будет так Сейчас подостынет немножко, попробуем Ромка, тоже хватай себе тогда Держи Бульон Слушай, ну это Слегка остренько Очень овощно-необычно Действительно, необычный вкус Это интересный Интересный вкус Ну-ка, вот эту овощичку Вкус бульона явно от этого Нейтрально-необычная То есть ты съедаешь Как будто бы кусочек Хрустящего картофеля Но при этом у тебя Такой травянисто Непонятный как бы вкус А я вот даже и по вкусу Вот серьезно не могу сказать Это бамбук Ну, наверное, бамбук Я могу сказать точно Я его узнал И бульона именно от него Потому что я терпеть не могу У меня вкус бамбук И напоминает как будто суп Несколько дней простоял И начал портиться Такое у меня ощущение Всегда от него Ну, хорошо Значит, теперь мы точно знаем Что это, соответственно, бамбук Раз Роме не зашло Любимое не зашло, да? Я ничего ужасного в этом не вижу Да, необычно Но из необычного У нас вот есть вот эта креветочная паста Вот это вот действительно необычно Это самая мега-вонючая штука Которую здесь вы можете встретить По мне, так, честно говоря Супешник забавный Чего нет? А бульончик Правда, ножовистый А кусочек базилика Когда в конце жуешь Вообще отлично Перебивает вот тот самый вкус Так, ну и свининка Достаточно ли ее разварили? Ммм, мягкая Вот что было чуть-чуть не почистить? Косточек-то совсем мало Отличная мягкая свинья Не докопаешься Ты попробовал свинью? Нет Попробуй Ммм Классно, здорово Если абстрагироваться действительно Вот от того, что Рома сказал Что это его, значит, нелюбимый прям бульон И так далее Это хороший суп Во-первых, ножористый Свинини Не то, чтобы прям так мало Единственное, что вот, да Придется руками, значит, поковыряться В остальном Да в остальном Отличный супешник Порция, как вы видите Прям тоже Представляете, вот такую вот Плошечку Одному навернуть Все, ты свободен Серьезно Ром, ты бы, да? Наелся? Ну, если бы другой суп был То да Хорошо, хорошо Ты бы такой порции Другого супа наелся бы? Да я бы даже объелся Даже объелся бы А у нас еще вот столько И это, заметьте За 600 даньков Что я считаю Неплохо здесь Ну, наверное Ну, уж на пятерых Здоровых мужиков Точно Да? Вполне Да Вот я тоже считаю Вот и приступим Что, салатика? Посмотрим, что у нас тут в салате Сверху посыпано все кунжутом Свежий лучок имеется Так, кусочки мяса Давайте смотреть внутри Где там у нас чего Есть ли мясо внутри? Небогато Так Так А, ну, походу, на мес Не то, чтобы прям много Шкурка Очевидно, все из свиньи Ну, вообще-то мясо так присутствует Давайте Что-нибудь Раз Вот так Мясинку Мясинку И лучка Ну, вот такой порцайчик И все вместе С мясом С овощами С зеленью Слушай Это Лук и, значит, вот этот вот большой листик, который вот еще зачастую в сушах присутствует. Собачья, по-моему, трава называется. Вот он здесь тоже мелко-мелко порублен, присутствует. И так далее, и так далее. И получается, в общем-то, вполне себе гармоничная вещь. Но по поводу остроты, хо-хо, это блюдо не написано у них в меню, что оно типа острое. Я, правда, вижу, что здесь и в других вот блюдах тоже так присутствует, скажем так. Ром, по поводу остроты, ты вот все попробовал, как тебе в целом? В целом, вообще, это разновидность одного из моих любимых местных видов салата. Только обычно его делаю с свежей рыбой, помнишь? Малявочки вот такие, прозрачные. С курицей его часто делаю, а со свининой первый раз пробую. Тоже неплохо, и здесь еще острота действительно очень сильная. Именно настолько острого такого салата я еще не ел. Ну, согласись, вот, серьезно, вот целую ложку вот этого вот так вот не съешь. Если вообще остроту не любишь, ты одну ложку этого салата не съешь. Да, я все говорю, да. То есть, ну да, для любителей остроты. Либо, как говорится, на закусочку для долгого времяпрепровождения. То есть, вот ты пришел с друзьями, засел в свою VIP-комнату, и, соответственно, вот сидишь, чтобы никто тебе там не мешал. Потому что многие люди здесь в комментах тоже пишут, Костян, вот ты обозреваешь местные забегаловки и так далее. Стулики маленькие, столики маленькие. Вокруг сидят куча народу, там, галдят вот в той же безлимитке, например, последней, которая была. И так далее, и так далее. Ну вот, вот отдельная комната. Вот отдельное, значит, хорошее блюдо. Пока что вот прям неплохо. Ну, с мидиями ложанули, ладно, бывает. Давайте дальше. Потому что, да, здесь полноценный европейский стол, и все нормально. Салат попробовали, выпадает следующее блюдо на барабане. Это ребра. Свиные ребра. Я надеюсь, здесь-то хоть остроты вроде как не видать. Должны быть нормальные. Важно, мягко ли. Жалко, у них ребрышки всегда такие маленькие. Хотелось бы взять вот так вот, а приходится вот так. Они их, походу, не отваривали заранее. Сразу так на гриль кинули. Жестенько. На вкус хорошо, но нужно мягче. Значительно мягче нужно делать эти ребра. Заранее, значит, там, ну, отварить, потушить, допустим, полчасика, 40 минут. И вот после этого уже смазав чем-нибудь, значит, кидать на гриль на буквально там 5-6 минут, чтобы чисто дымок, и чтобы корочка, значит, небольшая появилась. Вот тогда будут идеальные ребра. По вкусу хорошо, просто жестковато. Поехали далее. Тоже свининка какая-то. По жесткости то же самое. Здесь намного более грильный вкус. Вот когда подряд пробуешь, да. О, а шкурка вообще неживабельная. Попалась. Такое впечатление, что вот это с рыбным соусом немножко. Если мясо просто жестенькое, и можно, соответственно, с ним, с нормальными зубами справиться, то со шкурой ты не справишься. Она, ну, покрышку взял, короче, и будешь жевать, 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 жевать. Ты ее никогда не раскусишь. А если раскусишь, у тебя получится два кусочка, которые непрожевываемые. То есть ты просто убьешь все зубы. Единственное, что гриль намного более сильно ярко выражен. Но со шкурой нужно что-то делать. Короче говоря, нужно заранее подготавливать свинью. Следующее. Я надеюсь, тут будет вообще чем-то еще более сильным разнообразие. Потому что вот это я вижу грудинка. Помягче. Более значительно, значительно более сальное. Что логично. Чуть-чуть другой вкус. Я сейчас быстренько здесь малюсенький кусочек шкурки. Где вот это попало. Он тоже нежевательный. Я его моментально проглотил. Просто вот это интереснее, чем предыдущие два. Вот это мне понравилось больше. Как будто бы и гриль присутствует. И вот может быть какой-то маринад у них еще дополнительный был. Потому что это не чисто просто жареная грудинка. Со шкварочками. За счет сала поджаристого. Да, это повкуснее. Вот грудинку бы я взял. Ром, пока мы вот как раз ровно на полпути. По поводу всех трех. Быстренько. Если по вкусу, то мне ребра больше всего понравились. Но они жесткие самые. Ну да. Второе мясо помягче было, но по аромату сейчас не особо не зашло. А вот третье по консистенции самое. Классное. А насчет вкуса, вот действительно, то есть по вкусу ребра. По вкусу они все неплохие, но вот ребра самые такие интересные мне показались. Ну вот, соответственно, то есть все три съедабельные. Да. Все три съедабельные, единственное, чтобы пожевать, как говорится. Так, а теперь у нас не салат, но что-то такое более мягенькое должно быть. Ну-ка давайте посмотрим, что это такое. Так, из овощичек здесь похоже вот китайская капуста. Или как Рома говорит, местные ее называют вьетнамской версией кимчи. Ну, кимчи вроде так и готовится. Хрустяшка кисленькой. Да, похоже на кимчи. Так, мясо. Ой, ну вот это значительно мягче. Во-первых, тоненько нарезано. Слушай, ну вот это разнообразие. Вот если три этих, ну мало-мальски похожи, но когда подряд ешь, действительно отличается. То вот это отличается полностью. Это совсем, конечно, другое блюдо. Где вот мягкая часть этой кимчишки. Прилично чувствуется чеснок. Вот эта кислота кимчишная. И несмотря на присутствие вот таких вот огромных кусков перца, это не острое блюдо. Не острое. По крайней мере, ничего острее, чем вот этот салат изначальный, который мы попробовали, ничего острее еще нет. Ром, ты же любитель нас кимчи. Да, это георгий вариант, мне прям очень понравился. Вот именно как раз за счет кимчи. Она такая, что придает особенное свинение. Слушай, ну вот хорошо. Вот это прям хорошо. Здесь еще помидорка, чеснока прям действительно добро посыпано. Слушай, здорово-здорово. Осталось последнее попробовать. Оно выглядит страшно. Оно выглядит прям супер остро. Интересно, будет ли это конкуренция между салатом и вот этим мясом? Может, они не даром рядом стоят? Может, они одинаковые по остроте? Короче говоря, надо проверять. Пробуем. Ромка, таскай. Ой, костей. Подожди, а как... Сейчас, секундочку. Я думал, как ребро, так вот, откусится. Это очень сладкая штука. Пока остроты особо и не чувствую, но я не понимаю, как это есть. Тут не то, что палочками. Шкура жесткая. Нет, скорее всего, знаешь, как они? Они, наверное, пихают целиком в рот и сидят таки, разжевывают, разжевывают, воно выплевывают косточки. Ну, давайте я так попробую. Я так устарапаю себе все. Мне вот полностью, когда засовываешь, и там вот ковыряться во рту, это непривычный я к такому варианту. Мне вот удобнее, действительно, вот так вот взять, значит, за косточку и по кругу обгрызать. Слушай, ну тут шкура в основном, и все. И шкурка, я понимаю, что они хотели изобразить. Они изображали вот ту самую китайскую, значит, много-много-много раз проткнутую шкурку, залитую кисло-сладким, либо просто сладким соусом, и потом во фритюре сделанным. Чтоб она как чипса была. Но, походу, это не получилось. Это самое долгое блюдо. Вот если грызть вот каждый кусочек из всех, что вот мы до сих пор пробовали, сладенько. Острота практически никакая. По сравнению вот со всем остальным даже, вот, ну, про салат я вообще молчу, про кимчи даже. По сравнению с кимчи остроты нет, считай, никакой. Ну, кусочки совсем нескладные. Несуразные кусочки, которые и вот так вот не обгрызешь, значит, ты полностью в рот засунешь, ты просто себе всю небо, щеку расторапаешь, потому что они, ну, вот такие, хаотичные. Не знаю, как-то мне вот не очень это последнее. Ладно, я водный этот баклажан съем. Ромка, ты тоже что-нибудь скажи, пожалуйста. Да я даже не представляю человеку, которому это может понравиться, потому что по вкусу это смесь сниггерса со свининой, а есть это вообще невозможно. Ну, неудобно, да. Во-первых, неудобно, во-вторых, там есть-то нечего. Да, да, тут тоже верно Ромка отметил. А, осталось попробовать только вот этот супер-мега-вонючий соус. Это креветочный, он здесь и продается в бутыльках таких вот. Это очень сильно на любителя. Где вот маленький кусочек мясинки какой-нибудь? Нет, я хочу именно маленький. Давай вот этот пускай будет, ладно. Вы знаете, в чем прикол? Вот его нужно пипулечку, буквально булавочную головку размером. И тогда вот с этой жареной свининой, кстати, неплохо. Ром, даже советую попробовать, это интересное сочетание получилось. Нет, спасибо, я лучше салатик попрошу. Рома по остроте. Действительно, не гонитесь за количеством. Вот оно призвано к тому, чтобы чуть-чуть-чуть-чуть-чуть тебе, значит, какого-то вот такого необычного. Потому что вот так вот ты просто такой... Здесь кто-то умер, унесите. Он уже долго здесь лежит. А вот когда чуть-чуть, вот буквально с булавочную головку, вот тогда хорошо. Слушай, в целом по этому набору. Ну, одно откровенно вот неудачное. Не пойми как есть, мало и что так, и так далее. В остальном-то... В остальном-то отлично. В остальном-то все хорошо. Давайте подведем итоги и узнаем, сколько нам все это дело обошлось. Потому что, ну, это мы знаем, а вот мидии я не знаю до сих пор. Ресторанчик, куда можно действительно прийти уютно компании посидеть. За нормальными столиками, чтобы тебя особо никто не дергал, заперся как бы и все. Удивил, в общем-то, неплохой вполне себе кухни. То есть даже аквариумы есть, с мидиями промазали, хрен бы с ними. Но вот такой набор за, кстати, надо отметить не очень большие деньги. Потому что на пятерых, если поделить, это вообще копейки получаются. Это здорово и хорошо. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Макс, не смей отставлять это. Ну и по скриптам для страждущих, я уверен, некоторые люди интересуются. А как же эти доп самые услуги? Че почем? Дело происходит следующим образом. Вы, когда сюда засели, вы можете заказать себе девушку, официантку за 500 донгов, которая будет здесь вас обслуживать. Подливать вам пивко, сидеть на коленочках и так далее, и так далее. Это 500 донгов примерно стоит, в зависимости от заведения. Ну, а в дальнейшем вы можете уехать с этой девушкой в соседний отель. Это уже за дополнительную плату. Такие вот доп услуги. Пост-пост скриптум о мидии стоили 290 тысяч донгов за 1 килограмм. А нам все запаковывают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...